Всем здравствуйте! Прочитала я сегодня какую-то незамысловатую статейку по поводу вдов знаменитых людей. Там прямо списком указаны дамы, которые на протяжении многих лет находились в браках с артистами нашей эстрады, а после смерти мужей пустились во все тяжкие, веселятся, катаются по санаториям, проедают наследство, делают всякие процедуры, цинично улучшая свою внешность. А некоторые еще и пользуются именем мужа и поют его песни, зарабатывая себе этим копеечку на старость. Вдова круга, например. Владимирский централ, ветер северный. Я поняла все, кроме одного. А что они должны были сделать? Уйти в монастырь, лечь рядом, рыдать десятилетиями возле памятника. Чего ждет от этих несчастных баб наше пуританское общество? Вот, к примеру, Людмила Паргина, вдова Караченцева. Как пишет автор статьи, долго создавать видимость скорби ей не удалось. Паргина живет своей жизнью, путешествует и отдыхает в санаториях. А немалое наследство, которое оставил Караченцев, она поделилась с сыном. Давайте начнем с того, что скорбеть долго и нельзя, просто по той простой причине, что жизнь продолжается и каждый ее день приносит что-то новое. Обычно скорбь, даже очень сильная, заканчивается примерно через полгода. Дольше лить слезы невозможно. Я не могу сказать, что там происходило в их семье при жизни мужа, который не был святым. Однако 30 лет люди прожили в браке. Чтобы не говорили, это о чем-то свидетельствует. Я особо не отслеживала, но сразу после смерти Николая выползла какая-то балерина, что ли, и дергая ножкой, назначила себя его любимой женщиной. При этом, если кто-то не помнит, Николай попал в страшную аварию, после которой полный сил мужчина превратился совсем в другого человека. Вот то, что от него осталось. Жена носила на себе лет 10, если не ошибаюсь. При этом любимая женщина вообще не появлялась, предпочитая сострадать на расстоянии. Вы не пробовали несколько лет жить с инвалидом и не сдать его куда-нибудь на хранение? А вы попробуйте. А потом удивляйтесь, что после его смерти вдова не рыдает несколько лет, а ездит по санаториям. Поделив, между прочим, наследство с сыном, а куда она должна была его деть? Отдать на помощь воинствующим либералам или отправить в приюты бездомным животным? Пусть отдохнут на старости лет. А Нелли Кобзон. Она улучшает внешность и ищет нового мужчину. И не брезгует вечеринками и светскими раутами. Надо же, как странно она ведет себя после смерти мужа. Нет бы побриться на лысо, надеть рубище и выйд на луну. Странно и удивительно. Особенно если учесть, что муж прыгал в поисках развлечений даже при живой жене. Односенчина чего стоит, царство ей небесное. И с какой радости Нелли сейчас, выждав вполне так себе приличный срок после ухода Иосифа Давыдовича, должна сидеть дома и сокрушаться. Свою роль жены и матери она выполнила, терпела довольно долго и имеет полное моральное право прожить оставшиеся годы так, как хочется. А Марина Зудина вообще была замечена в романе с Богомоловым, который работал в театре Олега Павловича. «Если бы я вышла замуж за мужчину на 30 или там 40 лет старше себя, я была замечена в романах во всеми его сотрудниками, кому меньше 40. Просто чтобы форму не потерять. Но не все же горшки выносить. Совесть тоже надо иметь». В общем, странно и удивительно мне читать, что женщины, жившие с мужьями, которые не особо чтили святость брачных уз, после их смерти должны сидеть дома и не высовываться. С какой радости, я никак не могу понять. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.